а у нас зрители там я чувствую капают себе валерьянку значит принимает когда узнали название эфира не подошли мы сейчас объясним что это не шутка на самом деле это ты сказал что это шутка нет это не шутка это неизбежное будущее ближайших лет через 3-4 года цена на квартиру в москве по твоим пониманием должна упасть в два-три раза да я прикидываю что минимально снижение цены будет 15-16 раз некоторые наверное думают что мы с тобой тут пошли с ума выходной перебрали но давайте аргументы мы приведем про квартиры из нормальных инвесторов там уже никто не говорил для нормального богатого человека уже понятно квартира это пирамида из которой надо немедленно выходить пока еще можешь унести ноги я все время улыбаюсь я заберу цифры из тех нормативов и указов я же не сам их придумал цифры которые нам с телевизоров рассказывают я просто между собой перемножаю и получаю то что получаю это только на выполнение обязательств по ипотеке а а кушать одеваться а а а а и о все но смотри вот мы с тобой я думаю вопрос который касается того что это финансовая пирамида и пирамиду принципе мы с тобой я думаю вопрос закрыли то есть все признаки финансовой пирамиды на лицо то есть ну ладно мы этот момент как бы наподумать депутатом да и счетной палате или не знаю кому или фсб или там ну кому-нибудь подумать поехали поехали дальше грустить или веселиться как кому раньше больше нравится а Уважаемые зрители, уважаемые подписчики, вы на канале АБН, я Александр Бабылев, и сегодня на связи со студией директор Череповецкого, Литейно-Механического Владимир Баглаев. Владимир Николаевич, рад видеть тебя в хорошем настроении, добрым здравия. Здравствуйте, зрители, слушайте, Александр, здравствуйте. Сегодня, потом как мы пообщались до эфира, будет эфир не скучный, я бы сказал вещелый, развлекательный, или нет. В выходной день, а чего? Имеем право поразвлекаться немножко. Ну да, хотя, может быть, по факту кто-то загрустит. Мы же сейчас с тобой о чем спорили? Через 3-4 года цена на квартиру в Москве, по твоим пониманиям, должна упасть в 2-3 раза, да? А я прикидываю, что минимальное снижение цены будет в 15-16 раз, может даже больше. Некоторые, наверное, думают, что мы с тобой тут перебрали, но давайте аргументы мы приведем, а потом проголосуйте на три варианта. Цена на квартиры в Москве будет расти, цена на квартиры в Москве расти не будет, или цена на квартиры будет падать так, что никому мало не покажется. Друзья, значит, мы перед вами на самом деле закрываем долг. Мы давно эту передачу обещали по квартирному вопросу. Квартирный вопрос, понятно, как у Михаила Афанасьевича нас всех испортил, но он, ну, если говорить серьезно, представляет из себя уже угрозу и финансовой стабильности страны и граждан. И даже вот Владимир Николаевич считает, что угроза национальной безопасности. Я сегодня Баглаева перебивать не буду, он будет в привычном формате докладчика. Если успеет, пройдется и по новостной поездке, а если мне что-то будет неясно, я буду дисциплинированно поднимать руку и, значит, спрашивать. Саша, для тебя будет просьба, ты можешь, давай так, я привык к формату с тобой, такому диалогу, ты там, не поднимай, давай, что-то есть, а то я могу в эту сторону уйти. Мы же должны понять, она на квартиру упадет. Да, да, хорошо, понятно. Понимаешь, ты говоришь, что квартира упадет не больше, чем в три раза в цене, а я говорю больше, чем в пятнадцать лет. А я говорю в тридцать. Друзья, рабочее название для эфира, поспойлер Бабылев с Баглаевым, во сколько раз упадет квартира в цене в Москве, в три раза или в тридцать раз. К каждой шутке, понятно, что есть доля шутки, но вопрос действительно серьезный. Ну что, давай с ипотеки начнем, да? Ну да. Как сейчас выглядит, я буквально вводную скажу и тебе слово, значит, как сейчас выглядит у нас ипотечный процесс. Застройщик получает стопроцентное проектное финансирование от банка, до первого июля 2019 года так не было, да, то есть он привлекал застройщик и средства дольщиков, вот, потом правила поменялись, жесткое регулирование рынка, вот, значит, и банк же выдает ипотечный кредит покупателю, который платит не застройщику, а вносит деньги на эскроу счет в этом же банке. То есть квартира, получается, сейчас нынче, да, в новостройке превратилась полностью, Владимир Николаевич, банковский продукт? Ну я с этим поспорю немножко, потому что между понятием банковский продукт и финансовая пирамида есть некоторая разница. И ты ее тут сгладил, а на самом деле, ты сейчас только что рассказал о сути построения нового вида финансовой пирамиды. Ну, продолжай вводную, давай. Ну, значит, сколько у нас зарабатывает застройщик? Ты же у нас, значит, финансы хорошо разбираешься, да? Я не открою, наверное, Америку, если скажу, что, значит, его заработок равен цене квартиры, что ему удается выручить после продажи квартиры, когда средства со скроу счета становятся ему доступными, да? Это минус себестоимость, в которую входит банковский процент за вот это вот проектное финансирование. Если квартира будет продаваться долго, это я нагнетаю так постепенно, чтобы зрителей не распугать, то маржинальный застройщик падает. Правильно? Я вот ничего сложного не сказал? Правильно. Кроме того, что если квартира продаваться долго, маржинальность падает за счет стоимости кредита. Но есть еще одна проблема. Если вы вдруг начнете снижать объемы производства, то есть если вдруг объемы производства жилья, ввода жилья начнут падать и упадут, скажем, примерно, ну, такое же может быть теоретически, на 20%, то себестоимость метра квадратного вырастет примерно на процентов 12-15. Потому что, ну, как понятно, на рынке, да, чем меньше? Потому что, так или иначе, любая компания имеет определенный процент косвенных издержек, и, соответственно, если косвенные издержки будут распределяться на меньшее количество единиц готовой продукции, в данном случае метр квадратный, то, естественно, метр квадратный по себестоимости будет стоить дороже. Так, ты пока в ровном таком настроении. Буду пытаться тебя выводить. Я пытаюсь, чтобы люди не успели испугаться раньше времени, потому что в середине я напугаю по полной. А сейчас просто расслабьтесь, займитесь математикой, просто вот перестаньте читать рекламные буклеты, а оцените красоту игры. Значит, да, разбор моих грехов оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Стандартная ставка по ипотеке на, значит, вторичного жилья, скажем так, вежливо, от 14%. На самом деле там что-то в районе 16, 17, 18. Нет, почему? Есть разные виды ипотеки. Есть 12% до сих пор, есть даже 6, даже 2% кое-где остались ипотечные кредиты. Нет, я подчеркнул, по ипотеке вторичного жилья, а ипотека по новостройкам, если год, она есть по, значит, айтишникам. И на данный момент, по данным моей финансовой разведки, зрители, давай сообщим, ее практически прекратили выдавать. То ли айтишники кончились, то ли посчитали, что они больше не нужны. Но осталась семейная ипотека. И ставка по этим льготным ипотекам 6,5%, ну, может быть, чуть больше. Вот, сейчас ходят панические слухи, что семейную ипотеку повысит до 12. Я просто о чем хотел сказать? Мы, зрителей, будем пугать простыми цифрами, потому что сложными можем переборщить. Значит, если ставка ипотеки по вторичке 18%, а по льготной, ну, грубо говоря, 6,5-7. Владимир Николаевич, за чей счет банкет? Ну, смотрите, значит, изначально надо эту тему разобрать, кому выгодно. Вот то, что вы обозначили, что никакой инвестор, вот как все такое завод, пришел какой-то вроде бы хозяин или инвестор, разный может быть. Вот один, допустим, украл завод СССР и стал хозяином завода. Не, не украл он там, сыграл там в этот, как он там называется, залоговый аукцион. Но откуда деньги были у этих людей для того, чтобы стать хозяином этого завода? Он взял деньги в банке, вернее, у государства. И за государственные деньги купил завод у государства. Не-не-не, Владимир Николаевич, не так. Давай по залоговым аукционам напомню. Там вообще красота игры. Люди купили активы не за свои деньги, а за деньги общества. По закону вообще ни Норникель, ни там другие предприятия, они не могли быть проданы. Но поскольку государство у нас было бедное, оно сказало нашим богатым людям, дайте денег в долг. А что, найдите нам в залог, спросили богатые люди. А вот Норникель, ну мы же продавать не собираемся. Ну это понятно, но в итоге деньги-то они взяли все равно в государство. Деньги они взяли со своих же счетов, со счетов госкомпании, они даже не вложили. Ну то есть в государство. 100 миллионов цена за отрасль образования. Я даже помню, я сейчас о другом. То есть в принципе, момент в том, что люди получили возможность зарабатывать, не вложив туда своих денег совсем, просто проведя определенную машинишескую схему. Понятно, да? В данной ситуации мы с тобой видим что-то похожее. То есть приходит застройщик, у которого нет своих денег. А если даже и были на ранее построенных домах, то они давно все ушли в офшоры и больше их никто не дадет никогда. И он приходит в банк и говорит, дайте мне деньги. У него своих денег нет. Он не собирается своими деньгами рисковать. То есть банк берет, дает деньги ему и дает деньги тем, кто покупает. То есть в принципе, денег как такового инвестора во всей этой каше никто не вложил, кроме банка. Правильно? Ну получается же так. А с банком-то кто должен рассчитаться? Кто в конечном итоге должен рассчитаться с банком за эту квартиру? Точнее за деньги, которые банк дал. Есть только один источник расчетов. Это люди, которые покупают эти квартиры. Которые должны заработать деньги где? В нашей российской экономике. Понятно, да? И если эти люди в этой экономике российской денег не получат, то банк не сможет получить своих вложенных в себя деньги. Не в застройщиков, не в людей. А именно себе не провернуть этот процент. Таким образом, мы наблюдаем за машиной, которая перемалывает экономику страны для того, чтобы через потенциальных жильцов квартир выкачать деньги из экономики страны в банковскую финансовую сферу, которая в любом случае не рефинансирует эти деньги обратно ни в производство, ни в созидание, ни во что. И государство на это дело смотрит спокойно, потому что если смотреть по приоритетам, куда вкладываются финансы, то вот я раз в разом, проезжая по Москве, я всегда еду, огромные дома, комплексы. И я понимаю, что каждая двушка в этом многоэтажном, не знаю, на каком доме, она стоит 25-30 миллионов рублей. А если трешка, то это просто шикарный тяжелый станок с ЧПУ. Тяжелый станок с ЧПУ. И ты понимаешь, что стоит дом, это, в общем-то, где-то не построенный завод. Самый современный, самый ЧПУшный, самый уникальный. А два дома, три дома, четыре дома, это уже производственное объединение с длинной сложной цепочкой коопераций, не построенной. Потому что из экономики страны банки вывели деньги вот в это вот чудо. Ну, с одной стороны, как бы люди могут сказать, ну, подождите, Владимир Владимирович, не перегружайте себя эмоционально. Люди должны и работать на заводах, и должны покупать себе квартиры, и жить достойно, радостно. Хватит, не хотим мы больше жить там в мелких квартирах. Ну, наверное, да. То есть какие-то минимальные потребности или средние, они должны люди удовлетворять. Не всю жизнь в браках, так скажем. Но с другой стороны. То есть, а есть ли потребность в таком количестве квартир? И, конечно же, нам скажут, конечно же, мы же не зря, банки не зря выкачивают деньги из экономики страны по полной программе, оставляя на холодном пайке все производство, промышленное созидание. Только с целью удовлетворить потребности человека офиса, человека плантона, человека травы. Для этого же банки выкачивают и нас. Слушай, ну это эмоции, извини, я тебя перебью. Ты же мне разрешил. Ну ты же просил, чтобы я немножко как раз так преподал. А теперь цифры. Голые цифры такие. В прошлом году, я свежий брать не буду, в прошлый год у нас были кварталы, когда банки за один только квартал выдавали кредитов ипотечных более двух с половиной триллионов рублей. В квартал. Ну, для сравнения. Мы все знаем, что для развития промышленности было кем-то придумано и озвучена так называемая промышленная ипотека, которая называется ипотекой, но она близко не стоит со словом ипотека от того, что делается для жилищного строительства. То есть весь лимит на всю страну, на все заводы, на всех возможных людей, которые захотят вдруг построить какую-то, ни квартиру, ни две, ни три, а хотя бы производственный цех на всю страну выдалось 400 миллиардов рублей. Лимиты были выбраны в течение нескольких месяцев моментально, при том, что сам факт того, под как это выдавались эти деньги, казалось бы, бумажек оформить невозможно. Ну, там реально, чтобы их получить, это надо было не зная, что сделать. То есть, так или иначе, эти 400 миллиардов были выбраны. И хотя бумажек оформить было нереально. А вот можно ли сегодня взять промышленную ипотеку? Тем более, что там проценты, на самом деле, выше, чем у жилищной. Теоретически можно. Раз примерно в полгода открывается окошко, в топливном банке, на недельку, на две, может, на десять дней, когда можно попытаться успеть взять заявку и поконкурировать за ту или иную сумму этих самых денег для строительства цеха. Но вся проблема в том, что откуда деньги там берутся. Вот если предыдущие, кто взял, что-то вернули, вот на эти деньги, которые вернули, можно кому-то новому взять. Нового не получится. А вот на жилищную ипотеку продолжают и продолжают, продолжают. Вот на сегодняшний момент, на сегодняшний момент, банки имеют кредитный, кредитный ипотечный портфель, там без трех копеек 20 триллионов рублей, Саш, 20 триллионов рублей выдано на строительство людям, людям. И люди обслуживают эти кредиты. На строительство жилья. Насколько востребовано это жилье нашими людьми? Это хороший вопрос. Я несколько важных ремарок хотел сделать, если позволишь. Первая такая. Я вот побывал у тебя на канале заводском. Ты говоришь про промышленную ипотеку. Я так понял, что ты в это окошко возможностей не успел. И там я увидел сбор на народный станок. Как раз ЧПУ, да? Можешь рассказать про это? Что это за это самое? Я там смотрю, люди тебе помогают станочек купить. Ну, Саш, да, спасибо, что спросил. Так вот, за спиной ты видишь, у меня тут вот интересная картинка. На самом деле, это интересный российский погрузчик-экскаватор. Когда-то мы его изготавливали, в том числе с помощью зарубежных комплектаций. Ну, санкции наступили. Стояла задача сделать эту машину полностью российской. То есть, на сегодняшний момент эта машина фактически является, в том числе и сложные узлы, даже двигатель здесь, но эта машина не российская. Но знаешь, что у меня есть своеобразный подход к этому делу, поэтому я не только считаю, что надо делать все у нас в стране, я даже активы, которые до меня кто-то когда-то вывел нашего завода в офсоры за рубеж, я все вернул обратно. То есть, поступил нестандартно для российского вида бизнеса. Но, тем не менее, вся проблема в том, что если еще, грубо говоря, по оборотным средствам здесь есть возможность, я попытаюсь работать с рынком, но вот с точки зрения технологий здесь, конечно, есть проблема. Почему? Потому что для того, чтобы эта машина была максимально дешевая по факту, и на рынке мыла конкурировать с Китаем, здесь, хочешь не хочешь, надо иметь тяжелые станки щепу. Или хотя бы один серьезный, так, чтобы можно было за одну установку растачивать полностью раму для точности, потому что точность на раме это, конечно же, качество в итоге конечной машины. Машины, в целом, они уже ходят в том или ином виде и только комплектация по российскому рынку, но там есть разные виды комплектации, те еще, в том числе, досанкционные и в небольшом объеме. Значит, стоит задача вывести эту машину на рынок уже в массовом сегменте полностью российской. И, честно сказать, я когда пришел в банк, говорю, так и так, вот на что мне сказали, что в банке. Первый момент. Мы не можем дать тебе денег, потому что все, что можно было, мы у тебя забрали в залог, и даже твое личное имущество мы у тебя тоже забрали, и ты весь заложен, перезаложен. Осталась у тебя только незаложенная душа, но ты ее пока отдавать не хочешь по каким-то странным основаниям. Поэтому помочь мы тебе с кредитами не можем. Ни с дорогими, ни с дешевыми. Никакими. Просто. Долога больше нет. Это раз. Второе, значит... А ты притвори, что ты хочешь квартиру купить. Может быть. Не, ну там же... Просто очень большую квартиру. Левое, да. Вот. И я, честно говоря, там на каком-то из наших роликов, ну, рассказывая про эту проблему, прочитал кучу комментариев о том, что, Владимир Николаевич, не стесняйтесь, может быть, есть люди, которые не только скидываются на губы, на попы, на там курсы там различного безобразия. Может, есть волонтеры, которые поддержат вот развитие нашего отечественного машиностроения, в том числе хотя бы в качестве одного станка. Я скажу откровенно, на первом этапе мне показалось, это эти... Ну, страну столько лет приучали к потреблению, что мне показалось, вряд ли это получится, но шло время, с банками договариваться не удавалось, а машину надо выводить на рынок, и я решил попробовать. И мы обозначили у нас на сайте, на заводском канале Челмызе, на этом канале обозначили, что мы попробуем собрать деньги на большой портальный тяжелый ЧПУ-шный станок, который, в общем-то, на котором основные узлы, агрегаты этой машины будут изготавливаться. И, Саш, я скажу тебе честно, вот иногда посещается пессимизм, что вот куда хотят со страна, где наши там руководители и все остальное, вся вера в людей. Я тебе скажу, вот у меня вера в людей, вот у меня сильно подросла, потому что я вот был на выставке недавно по металлообработке. И я когда показал, сколько у меня буквально в день приходит, да, там маленькие суммы, там 100 рублей, 500 рублей, хотя есть, конечно, видно, люди солидные или чисто на таком подъемном порыве, скорее всего. Да, то есть были платежи даже по 40 тысяч, был приход 40 тысяч, что-то от души. Но вот и продавец позвал учредителя от станка, говорит, вот так и так народный станок. И кто-то говорит, ну, слушайте, мы не будем с народа брать деньги, ну, ладно бы там, это было просто конечно-то операция. И он мне делает скидку на станок 20%, прикинь. Вот стоит директор, говорит, давай так, странная идея, мы не должны поучаствовать тоже. То есть может получиться. И это коммерсант сказал, понимаешь, коммерсант, не просто балансир. А что, коммерсанты не люди, что ли? Так вот, значит, люди-то в стране остались, Саша, остались люди в стране. Вот это не может не поднимать оптимизм. Вот в общем вопрос. Поэтому если я понимаю, что безусловно покажем и готовый продукт. Я уверен, что этот станок появится. Я буду рассказывать про него безусловно, когда привезем, когда что поставим. Надеюсь, мы успеем собрать к осени необходимую сумму. Это одно из ограничений, когда мы должны заплатить первые платежи. В общем, Саш, с оптимизмом у меня по-прежнему все нормально. То есть в стране люди есть и это здорово. Друзья, я извините, перебил Владимир Николаевич. Мне показалось, что это действительно важная штука. И давай я техническую информацию скажу. Значит, мы ссылки на сайт завода и на YouTube-канал завода разместим в описании ролика и в первом закрепленном комментарии от канала, как обычно. Вот. Ты от меня тогда жди мой взнос тоже. Я там пример подам, а то что, подписчиков прошу там скинуться на станок, а сам в сторонку, что ли? Не-не-не. Вот. Соответственно, лови от меня там это самое. Мой привет, друзья. Ну и в общем-то, давайте поможем купить станок. я вот, знаете, как говорится, и сам присоединяюсь к просьбе собрать необходимую сумму. Там прилично, так что, так что, если есть возможность, давайте поможем Баглаеву и Череповецкому у Литейно-Механического. Значит, на этом... Саша, еще один момент я тебе скажу все-таки про народ, да, кроме того, что он душевный, я скажу, у нас же он креативный. Сумма, которая поступает, я скажу, чувствуется, что советская школа есть просто креатив, скажем, там 11 111 рублей 11 копеек, да, то есть, или там 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, или наоборот, ну, есть. А есть приходы, приходы, где начинается ряд чисел Фибоначчи, то есть, я просто бывший математик, я сразу понимаю, что человек прислал мне первые цифры ряда Фибоначчи. Слушай, я знаю, какую сумму я тебе пришлю, там будет число Пи, короче говоря, 3, 14, 159, 68, дальше не помню. Вот, но там разрядность не позволит. Так что, ну, понятно, скорее всего, человек, который прислал эту сумму, это еще выходец из советской школы, потому что она нынешних прочителей Фибоначчи, наверное, не скажет. Ну, хотя, мало ли. Так вот. Мы с тобой на цифрах остановились. Я второй момент хотел, значит, ну, подчеркнуть и обратить твое внимание. Вот, льготу, получается, да, дает государство, да, по льготной ипотеке. Но где она физически паркуется? Опять-таки, в том самом банке. Таш, значит, простая математика. Если на сегодняшний момент уже с помощью того, что вернулось и все остальное, вот сегодняшний ипотечный портфель, сегодняшний ипотечный портфель банков составляет сумму, ну, там, без трех копеек 20 триллионов рублей. Разница между рыночной ставкой кредитования в банке и ставкой средней, которой выдается ипотечный кредит составляет порядка 10%. Эти 10% банку компенсируют государство. То есть мы с вами, да, налогоплательщик? Да, таким образом, таким образом, вы умножаете 20 триллионов рублей ипотечного кредита на 10%, и получается, что вся страна, мы с вами, финансируем не производство заводов, станков, машин, самолетов, нет, мы финансируем производство квартир. Причем, даже застройщик этих квартир не сильно получает доход, получает доход банк. И почти все эти банки на самом деле имеют лишь только госучастие. Но второй момент возникает. Таким образом, 2 триллиона рублей в год, это в год, получают банки государства. А много-то или мало? Ну так, как авиастроитель, Саш, ты знаешь, что эта сумма более чем в 10 раз превышает объем финансирования всей нашей программы авиастроения на этот год? Как тебе приоритеты? Как тебе приоритеты, Саш? Ну, может быть, без этих квартир нам не жить, не встать, не сесть? Ну, давай пройдемся по необходимости. Что у нас с самолетами, на которых уже страшно летать? И что у нас с нехваткой жилья в Москве и других мегацентрах? Считаем. Итак, берем статистику. На начало ноября прошлого года, пока свежий не нашел, объем непроданного жилья во всей России составил без малого 75 миллионов квадратных метров. 75 миллионов квадратных метров. Причем объем не снижается, а он увеличивается. То есть, год назад было больше, чем на 5 миллионов, там почти 6 миллионов меньше нераспроданного. То есть, мы строим то, что не успевает продаваться. Понятно, да? Так вот, таким образом, что мы получаем? А можно я уточню для зрителей, ты эту цифру знаешь, значит, вот этот объем при тех темпах продаж, которые сейчас и которые не факт, что сохранятся, потому что, если на рынке будет просадка, то темпы продажи жилья упадут. Значит, все, что настроили, продавать 60 месяцев. Делить на 12, 5 лет. Извиняюсь, что перебил. То есть, таким образом, банки изымают из экономики страны огромные суммы денег, просто огромные, триллионы рублей, которые превышают вместе взятые суммы, которые забиты в бюджет на поддержание авиастроения, судостроения, машиностроения, электроники и нефтехимии вместе взятые. Вот это только поддержка ипотечного. Так вот, если посмотреть. То, что там оно может не совпадать по цифрам, это не важно. Важна та цифра, которая по факту банки выжимает из экономики страны. Это идет сюда. И когда вот я еду по Москве, вот это огромные человеники стоят, огромные стоят человеники. Каждая квартира там двушка это станок ЧПУ среднего качества. Трешка это тяжелый станок ЧПУ среднего качества. Стоящий дом это можно на строительный холдинг, понимаешь, которого у нас так не хватает в стране. А этот дом почти не заселен. Он кому нужен? Вот как? И на что мы это дело откуда взяли деньги? Вот мы же должны его заселить этот дом в Москве, скажем, да? Мы должны оттуда и строимся от заводов оторвать. Правильно? Зачем строить заводы? Если там некому работать. Я про этот аспект хочу тебя спросить, но я, знаешь, ты меня извини, не прими за занудство, я хочу все-таки в цифрах поковыряться. Значит, мы же там как бы как два руководителя своих предприятий любим на бумажке что-нибудь там прикинуть. Вот что касается, значит, положений в экономике, вот в прошлом году все там СМИ говорили, вот там все, маржинальность компании растет, все отлично, банки получили рекордную прибыль. А в этом году, Сар, они планируют получить больше, чем в прошлом. Больше, чем в прошлом, да. У меня вопрос из зала, да, а то, что банки зарабатывают, это хорошо для экономики, в частности, для производного сектора? Или не очень? Нет, подожди, давай так. У меня создается впечатление, что эта прибыль, она не реинвестируется в экономику, потому что там, ну вот, слушай, меня одолели, возьми кредит, возьми кредит, возьми кредит, у меня хорошая кредитная история, там, и так далее. Я объясняю, ребят, по 20% я не наркотиками торгую, то есть, если ты берешь кредит, ты расписываешься, что занимаешься, чем-то противозаконным, игорным бизнесом, и так далее, по списку, чем-то занимались семьи, значит, итальянской мафии в Америке. Вот, не реинвестируется, еще толку, что банки заработали? Вот у меня такой вопрос, термяжный, паскон. Это, смотри, два момента, значит, и реинвестиции, понятно, значит, а из общения банков, я так скажу откровенно, что в разговорах между банками говорят, значит, в машиностроении, продолжиться не будем, очень большие риски, поэтому, риски можно снять только одним вопросом, это залоги, залогов у машиностроителей нет, поэтому, при таких процентах, нарисовать проект, который бы окупал бы, ставку кредитования, невозможно по определению, залоговых инструментов нет, даже если кто готов рискнуть, поэтому банки просто не выдают, слишком рискованная ситуация, один момент. Есть надежда на частного инвестора, я буквально на днях, недавно был на конференции, которую организовал председатель и правления ВТБ, Андрей Костин, который, в принципе, выступал перед инвесторами о том, какие инструменты есть и так дальше, и вот ему из зала, где сидят богатые люди, которые думают, как нести деньги, как их увеличивать, дают вопрос Костину, когда, наконец, ВТБ определится с тем, как мы сможем снова, снова инвестировать наши финансовые средства за рубежом, за рубежные активы, как снизить риски для вывода денег из страны, по-своему счету. То есть, у меня, Саш, не может не возникать вопрос, а что не так-то у нас в стране-то, если никакая война, никакие санкции не заставляют богатых людей в России подумать о том, а может быть в стране что-то хорошее делать. Понимаю, ничего личного бизнеса. Дальше. Ему отвечают, а какие проблемы? Значит, вы что не знаете, куда вложить деньги под хороший процент в стране? Так банковский депозит. Извините, сейчас есть депозиты в Кинькофф банке, там, Урал-Сибия, 17-17,5% годовых. Ну, ВТБ, давай, если ты про ВТБ говоришь. ВТБ есть... Я разговаривал со своим персональным менеджером, ставка сейчас 16, и этот депозит отзывный, то есть, ты деньги положил, допустим, 4 дня полежали, можешь все забрать, и телодепозиты, и проценты, и никаких штрафов. То есть, суперусловие вообще. Так об этом и речь. То есть, дальше возникает вопрос. То есть, даже при 16-17% годовых инвесторы прутся из страны с деньгами, с одной стороны. А с другой стороны, у меня возникает вопрос. А кого можно финансировать под такие проценты? Кого? Вот правильно ты сказал, да? И выясняется, что по большому счету не так много мест в стране, куда можно вложить деньги под такой процент банку коммерческому и оттуда получить доход. И самое главное место, куда можно положить эти деньги, это не бизнес, ни разу, это депозитарии, депозиты центрального банка. то есть, если тебе нет денег куда положить, ты просто не центральный банк кредитует коммерческие банки, как во всем мире, а у нас коммерческие банки забирают деньги из страны, из экономики и несут их в центральный банк. Все наоборот. А центральный банк, который не занимается коммерцией и никого не кредитует, должен этот депозит потом этому банку процент погасить. Под более высокий процент, естественно. А у меня возникает вопрос, а откуда у центрального банка России источник доходов для того, чтобы говить, просить такие проценты ставки коммерческому банку? Ответ очевиден. Это эмиссия, так или иначе. И те или иные околопирамидные механизмы. Вспоминаем дефолт 98 года. Ну, понятно, сейчас таких крутых пирамид строить никто не будет, но, тем не менее, что-то похожее должно быть, иначе просто неоткуда центральному банку найти ресурсы для того, чтобы гасить такие проценты, которые на самом деле обычный банк разместить в производстве не может. Можно с места, сейчас ты будешь ругать центральный банк, а у нас зрители там, я чувствую, капают себе валерьянку, значит, принимают, когда, значит, узнали название эфира. Мы не подошли, мы сейчас объясним, что это не шутка на самом деле. Ты сказал, что это шутка? Нет, это не шутка, это неизбежное будущее ближайших лет. Ну, вот смотри, ты сказал слово инвестор, инвесторы сидели на встрече с главой ВТБ и спрашивали, куда бы девать деньги, а вопрос-то хороший. Про квартиры из нормальных инвесторов там уже никто не говорил. Для нормального богатого человека уже понятно, квартира это пирамида, из которой надо немедленно выходить, пока еще можешь унести ноги. Если оттуда не выйти в ближайшее время, потери грандиозные. И все богатые в этом плане люди, ну, мягко скажем, в этом плане проводят определенный пересмотр своих инвестиций, из квартиры выходят просто со свистом. Ну, вот смотри, давай поясни, в чем там заковык это. Вот до перехода на новые правила, да, которые регулирует стройсектор у нас и порядок его финансирования, они были приняты 1 июля 2019 года, застройщик строил в три этапа, да, плаван, стройка и был этап вот госкомиссия, готовое жилье. Застройщик привлекал деньги дольщиков, в том числе, ну, и кредитовался, естественно, в банке, вот, но не было тогда что такого, что вот прям 100% убили в банке. Вот, и этому дольщику за риск, да, застройщик давал дисконт, а цены своего продукта, конечного, квартиры, то есть в этом доме, который он строил, он соизмерял с ценой вторички, да, ну, блин, расположенную в районе, где он там строил свой новый дом. И, соответственно, значит, эту новостройку застройщик старался сделать дешевле, потому что иначе тогда что тебе дольщик-инвестор понесет свои деньги. И рынок был более или менее сбалансирован. А что сейчас происходит, Владимир Николаевич, можете? Александр, давай так. Для начала мы с тобой покажем некоторые моменты, которые четко указывают, что мы с тобой имеем дело и люди имеют дело с ярко выраженной пирамидой финансовой. И как любая финансовая пирамида, она имеет срок жизни, она имеет время, когда на ней можно заработать, и имеет время, когда из нее можно успеть выскочить, а потом имеет огромное количество людей или лохов, которые выскочить не успели и профинансировали высокий доход тех, кто ее организовал. Вот, по сути дела, строительная эта вся процедура в нашей стране, она ярко выраженная финансовая пирамида. Значит, давай попытаемся себя убедить в том, что я ошибся. Для этого, как мы любим с тобой заняться математикой. Итак, начнем с 2019 года. 2019 год, вот в России с 2019 года ежегодно ставится рекорд по объему года жилья. Ну, это Росстат берешь, и там все показано. Вот, в 2019 году было введено 82 миллиона квадратных метров. В Дворца там тоже, там чуть больше, чем 82 метра. В 2021 году уже 93 миллиона квадратных метров. В 2022 год почти 103 миллиона квадратных метров. В 2003 году мы уже перешагнули рубеж 103 миллионов метров квадратных, а 2004 год говорят, 24-й будет превышение 105 миллионов квадратных метров. Понятно, да? То есть, с 2019 года без малого введено будет за эти там столько лет почти 470 миллионов квадратных метров в строй. 470 миллионов квадратных в строй. дальше. Если смотреть по планам, которые есть вперед, то за следующие 5 лет будет введено еще без малого 600 миллионов квадратных метров. Понятно, да? И с высокой долей вероятностью для нас с тобой, мы же понимаем, что эти 600 миллионов квадратных метров будут построены не в деревне Гадюкино и даже не в Вологде, а где-нибудь в мега-центрах, в мега-городах. Понятно, да? Ни в деревнях, ни в малых. И на сельскую ипотеку тоже уже можно не рассчитывать под эти вещи. Так вот, дальше. Кстати, мы с тобой говорили про себестоимость и про доход застройщика. Некоторые говорят, что тот факт, что появилась льготная ипотека, не привела к падению цены на квартиры и на увеличение доступности жилья для тех, кто ее бьет в ипотеку. Она просто привела к повышению цены на эту квартиру. Потому что льготу получает не застройщик, а банк. Совершенно верно. Но дальше возникает вопрос, а какая себестоимость этой самой квартиры? Потому что, извините, если там тех или иных супер-мега-олигархов сейчас в том году нагнули за сверхприбыли, из этих сверхприбыли копеечку назабрали, а вот здесь есть сверхприбыль или нет сверхприбыли, которая тоже, может быть, есть смысл как-то государству на нее посмотреть. Возникает вопрос, материалы в Вологде или ЧППС стоят столько же в Москве или нет? Таджики, московские и вологорские одинаково стоят или нет? А тогда у меня сразу вопрос, если средняя цена метра в Москве, средняя цена в Москве, по данным соответствующих органов, 350, 370 тысяч за метр квадратный. Слушай, я слышал цифру 400. нет, есть метры и за 600. Я имею в виду про средний. Да, понятно, понятно. Именно средний, вот мне говорят. Про средний метр. А в Вологде и ЧППС средний метр в таких же квартирах, в таких же квартирах, с таким же проектом сделанных стоят от 70 до 90 тысяч за метр квадратный, то у меня не может возникать вопрос. А вот эти вот 300 тысяч за метр, за один метр 300 тысяч, это вообще прибыль кого? Прибыль кого? И эти 300 тысяч за каждый метр, который кто-то в Москве из покупателей жилья в Москве платит кому-то и берет ипотеку и кредит на себя, он кому переплачивает эти 300 тысяч за этот метр? Застройщику или банку? Или как? То есть, ну ладно, мы этот момент как бы наподумать депутатам, да, или в счетной палате, или не знаю кому, или ФСБ, или там, ну кому-нибудь подумать или не думать, как если не хотят. Но вопрос другой, значит, мы с тобой говорим про пирамиды и про все остальные моменты. Значит, смотрим по Москве и по России как вообще идет распределение в том, что мы строим. Вот эта полезность, да, мы же огромные финансы, триллионы выгребаем из экономики, обеспечиваем доход банков, чтобы людям было хорошо, да, чтобы люди жили комфортно, в общем-то. Так вот, интересный момент, что сейчас на долю студий, процент доли студий 30% в строительстве, а студия это даже неоднокомнатная квартира. А года два назад их было 25%, то есть, количество студий не уменьшается, а увеличивается. И они сейчас занимают студии в Москве второе место после однокомнатных квартир. Там 34% занимают однокомнатной квартирой. Ну, а двушки занимают 29%, то есть, студии продается больше, чем двухкомнатных квартир. Так вот, в Москве на долю однокомнатных квартир, студий и двушек, если их сложить, приходится 93% сдаваемого жилья. А в агломерации проживает 40 миллионов человек. И дальше у меня не может не возникать вопрос. Вы серьезно считаете, что при таком раскладе у нас демография в стране каким-то образом будет улучшаться. Но это опять-таки мы в сторону отошли, мы сейчас с тобой говорим, мы сейчас зацепили вопрос безопасности страны как таковой, а мы говорим пока о том, что это идет, мы с тобой разговариваем про пирамиду. Про презренные деньги, да. Почему она конечная? Так вот, давай считать. Значит, 33 метра на одного проживающего. Ну, почему 33 метра? Эта цифра назвал президент, да, вы на концертной речи. Причем, у него там две цифры, 33 и 38. 38 это, по-моему, к 36-му году, а 33 метра на человека должна быть норма жилья у каждого гражданина России. ну, знаешь, как сказал, я для протокола замечу, он сказал, не сказал, что это будет, он сказал, надо стремиться. Цитирую президент. Хорошо, вы ему стремитесь, ладно. А, тогда еще, понимаешь, вот чем хороша математика, что мы с тобой посмотрим два разных направления, 33 метра и другую ситуацию, куда мы можем постремиться с тобой и посмотрим, как пирамида будет выглядеть в этих двух направлениях. Итак, так вот, если взять 33 метра, то получается, что построенное жилье в ближайшее время и не заселенное сейчас, должны принять, исходя из тех цифр, которые мы с тобой обозначили, если каждому 33 метра, в эти квартиры, которые мы построим, надо заселить без малого 18 миллионов человек в Москву, понятно, привезти. Саша. Ты шутишь, что ли? Ну, хорошо, сейчас я вас испугаю. посчитай, посчитай те миллионы квадратных метров, которые мы должны сдать в ближайший год, 2, 3, 4, 5. Ну, посмеялись и дальше, ну, хорошо, мы же в разумном, вы только же сказали, что в Москве не строится трехкомнатная квартира, чтобы каждому там 33 метра нарыло было, ну, студии, ну, однушки, ну, все остальное. А их куда девать у меня вопрос из зала, да? Погоди, 18 миллионов, может быть, мы в России еще как-нибудь наберемся, такие, еще есть недобитые города, есть над чем работать. А если посмеяться и применить сегодняшнюю социальную норму, ну, мы же стремимся к 33, но пока возьмем сегодняшнюю социальную норму общей площади на одного человека из семьи в три человека. То есть возьмем с тобой 18 метров квадратных на человека, то есть 54 метра квадратных на семью из троих. Так вот, для этого мы с тобой должны в те метры, которые мы с тобой посчитали, надо перефернить без малого 32 миллиона человек, найти по стране и притащить их с тобой на Москву. Ну и там еще два-три мегаполиса. А эти люди напомню... Слушай, я тебе готов задать более сложный вопрос. Подожди, подожди. Там силами Росгвардии можно согнать эти 30 миллионов. Росгвардия выйдет, оцепит, пригонит эти. А где они деньги возьмут? Это же не социальное жилье. Им же надо платить за эти квартиры. Подожди, подожди. Я тебя совсем огорошил, я понимаю. Так мы же с тобой к чему подходим? Что эта пирамида конечна в любом случае. Что-то кончится раньше. Или деньги, или люди. Чудес не бывает. Понимаешь? А когда это все кончится, как любая пирамида, когда-то еще на заре 90-х годов я участвовал в разного рода проектов, и разного рода компании по-разному с нами рассчитывались. Так вот, у нас были проекты, где со мной и таким, как я, рассчитывались не долларами, не рублями, а рассчитывались билетами МММ. Понятно, да? Такой период тоже был в нашей стране. Так я вам скажу следующее, что в зависимости от того, когда этот билет МММ был на руках, это была совершенно разная стоимость. Но когда пирамида рухнула, а она рухнула, эта вот бумажка не стоила ничего. Она не в три раза опустилась в цене, не в пять, и даже не в десять. Она просто превратилась в ноль. Ну, это отдельный разговор. Хотя тоже интересный. Но, смотри, мы с тобой подумали о том, что 54 метра квадратных это в принципе на троих неплохо. Четырых, конечно, маловато, но... Папа, мама и я дружная семья. Да, это худо-бедно какая-то душка. Но дело в том, что в Москве доля однокомнатных плюс студия это более 50%, это почти 65%. То есть метража не хватает. В общем, получается, что если взять минимальную санитарную норму на человека, минимальную, а минимальная санитарная норма на человека у нас в стране, это 6 метров квадратных по-прежнему. И упаковать по таким нормам отменяться не надо, потому что есть резиновые квартиры в Москве, где количество людей на метр квадратный превышает один человек на 6 метров. Ну так вот, если взять 6 метров квадратных на человека, то на те указанные метры, которые мы с тобой посчитали, и которые нам сейчас должны предоставить, необходимо, можно впихнуть 95 миллионов человек. Понятно, да? А ведь у меня возникает вопрос, а мы серьезно собираемся развивать Дальний Восток, туда людей пытаться переселить, у нас в провинции кто-то должен на старше, на заводах работать, или где. Еще раз, объем неразпроданного жилья на конец до 3-го года без малого 75 миллионов метров квадратных. Понимаешь, да? Да, да. А можно я тут вклинюсь, извини, вот ты говоришь пирамиды, да? Но ведь всегда существует момент, когда она вдруг начинает рушиться, да? То есть срабатывает какой-то триггер. Я когда говорил о том, что мы с чего начали, что раньше вот стройка происходила в три этапа, люди там платили от Петлована, рисковали, но они получали новую квартиру по цене дешевле, чем цена вторички в этом же районе. Значит, а сейчас получается что? Я просто суммирую то, что ты сказал. Значит, Эльвира Сахибзадова, Центральный банк, разрешил банкам привлекать средства граждан под 16% на отзывные депозиты. Сейчас, я говорил со специальною, Владимир Николаевич, готовились к эфиру, эти специалисты работают в ЦАНе, фамилии, должностей называть не буду, но они говорят следующее. Сейчас, когда ты вкладываешь с одного новостройку, строят там года полтора-два, она на самом деле за это время дорожает очень мало, а с 22 года, мне сказали, цены вообще не растут. Потому что, то есть, если мы сейчас, сейчас нам зрители начнут писать, да вы, Бабылев, с Баглаевым, сидите там, свои там станки там ковыряйте, цены растут, мы же там заходили там из рук руки там или еще куда, на Авито, вот там год назад стоило столько, сейчас стоит столько, друзья, это афера. То есть, если начать с этим разбираться внимательно, да, квартиры, которые сейчас выставлены на продажу, они не продаются, потому что застойщики хитрят. Им же надо как-то привлекать инвесторов. Они говорят, вот смотрите, да, значит, в своем выстроенном доме они говорят, вот квартира с окнами во двор, значит, на южную сторону, вот она стоит там, вот подорожала на 2 миллиона. Но на самом деле таких квартир единицы. А основной объем, он, ну, то есть, он не дорожает цене вообще практически 2 года. У меня вопрос. Если инвесторы туда не идут уже в жилье, а ты говорил о том, что если, значит, покупать будут меньше, значит, соответственно, застройщик рискует уйти в минус, да, потому что ему банк со скроу счета платят только тогда, когда он построил квартиру и продал. И второй момент, если инвесторы туда уже не идут, то, соответственно, мы будем обречены на то, что объем непроданного жилья будет увеличиваться, а объем продаж будет падать. А еще сказали, что семейная ипотека подорожает до 12%, сейчас просто на рынке паника. Мы близки вот к этому моменту, когда рынок триггернет, да? То есть, ну, обвал, он с чего-то начинается. Клоп там чихнул какой-то и лавина там, значит, вниз понеслась. Вот скажи, пожалуйста, насчет триггер. Давай так. Что касается реальных моментов на рынке вот в текущем состоянии, я спорить не буду, потому что я не погружен. Я люблю работать с математическими моделями. Они позволяют абстрагироваться от тех или иных эмоциональных налетов, которые те, кто продает, они пытаются свою мысль донести и манипулируют сознанием. Те, кто покупают, они наоборот пытаются сказать, что нет, нифига, все наоборот, да? А мы тобой промат-модели. И промат-модели мы с вами понимаем, что количество производимого жилья через пять лет, через пять лет, если все эти моменты выполняют, они должны полностью выкачать население страны в мегагорода, что не может произойти по определению по одной простой причине. У нас просто становятся предприятия, производства, заводы все. Понятно, да? Такого просто не может быть по определению. Поэтому какой-то момент квартиры еще можно строить, но заселять их уже будет нельзя, просто будет неким. Причем это перспектива всего лишь пять-шесть лет. Поэтому какой момент это посыпется, это вопрос достаточно короткого... короткого... Не, но мы указали один фактор, из-за чего может посыпаться. Инвестор уже не идет. Давай у зрителей, чтобы откладывать. Второе. Ситуация, когда эти квартиры будут не заселяться, будет, пройдет две вещи. Первое. Они перестанут играть инвестиционный интерес, это первый момент. А второй момент, те, кто туда вложился в свое время, попытаются избавиться от тех квартир, которые они в свое время как инвестиции купили. Что происходит с компаниями, где инвесторы или акционеры, которые покупили на бирже акции, понимают, что начинает фондовый рынок снижать стоимость этих активов. Они начинают выходить. И, соответственно, стоимость этих ценных бумаг, они начинают падать просто по полной программе. А что мешает в этой ситуации? Самое интересное, что не факт, что застройщик в этой ситуации пострадает. Почему? А я объясню свою позицию. В этой ситуации пострадает не застройщик, а инвестор, настоящий, тот, кто купил эту квартиру. Почему? Потому что застройщик своих денег туда не вложил. Там нет денег застройщика. Понимаешь, да? А разница между себестоимостью реализации, скажем, по Москве, я только тебе привел пример. Не, ну прямо не пострадает, но косвенно пострадает, потому что у него... Слушай, он будет лежать на Мальдивах со своим триллионом рублей и думать, как я косвенно пострадал. Ну, Саша, пострадает тот, кто купил ненужную себе квартиру 12 метров квадратную в центре Москвы на 47 этаже, куда ни подняться, ни подъехать, ничего с ней сделать, лишить невозможно, ни семью завести. Вот он пострадает. Не, ну я тебе готов, смотри, значит, мы отметили, да, инвесторы предпочитают выходить, инвесторы не идут. Но есть еще один фактор риска. Раз это так, а объемы жилья, ты цифры же приводил, да, стройка у нас в объемах не падает. Значит, ипотека же рекламируется везде, вот из каждого утюга, там, берите, значит, покупайте, вот, новое жилье, оно там такое-сякое, нарядное, хотя мы с тобой понимаем, какое нарядное. Исходя из этой самой нашей формулы, простой, как трусы за 40 копеек, мы говорили. Ну, кто ходил по... Заработок застройщика, сына квартир. Я тебя не перебью, вот насчет нарядного жилья. Кто ходил по стройке в момент, когда она только строится, между таджиками там лазил, заменял толщину перекрытия и толщину стенок до той нарядности... Я об этом и хотел сказать. Это мы с тобой потом обсудим, это просто... Это отдельный момент, то есть качество, ну, то есть застройщик не заинтересован в этих финансовых условиях делать качественное жилье. Это точно не те инвестиции, которые кому-нибудь посчастливится передать по наследству. Вот забудьте сразу. Да. Дай, чтобы они застояли эти коробки до момента, когда вы будете еще по такой выплачивать. Вот. И, значит, что происходит с качеством кредитного портфеля у банков? Банки привлекают. Мне об этом сказали специалисты. То есть раньше контингент был качественный, это были инвесторы, так называемые парковщики, такое профессиональное слово. Есть такие люди у нас, кое-где у нас порой, у которых просто, ну, знаешь, вот много наличных в шкафу. Вот невозможно шкаф закрыть. Вот чуть пройдешь, мимо дверца открывается, они вываливаются. И людям куда-то просто физически надо девать бумажные деньги. Парковщики и, ну, люди, которым действительно нужно жилье. Так вот сейчас в основном ипотеку берут люди, которым действительно надо жить, и они из-за того, что в экономике тоже у нас кое-где порой не все благополучно, они не являются надежными. А ты меня просил узнать, а что будет, если вдруг такой заемщик объявит о том, что вот все, дорогой банк, я не в состоянии больше осуществлять кредитные платежи. Докладываю тебе и зрителям. Значит, в этих условиях опять тут всплывает наша подруга Эльвира Сахибзады-Медулина, которая в случае просрочки по ипотечному кредиту повышает банку норму резервирования по этому кредиту. Поэтому банк старается избавиться от этого залога на аукционе как можно скорее. А как это можно сделать как можно скорее? Правильно. Снизив цену, да? Мне говорили цифры, вот я вот за нее, друзья, не ловите на слове, не готов отвечать, но зачастую вот эти вот лоты уходят по цене 60% от номинала. То есть квартира стоила 10 миллионов, ее по-быстрому спихивают за 6. Я не знаю, теоретически может в этом случае заем, ну вот ипотечник несчастный, еще и остаться должным банк. Не знаю, говорят, что тогда там в банке возникает какая-то разборка. А как вы определяли там стоимость залога, а как вы определяли кредитоспособность, вряд ли он, конечно, оставится в должном, но теоретически это не исключено. То есть у тебя забрали квартиру, в договоре как, ну там нового с аукциона продали, если что-то там на твою долю осталось, тебе деньги вернут. Практически, наверное, так не получится. То есть это мы говорили об угрозе стабильности, понимаешь, это не машину забрать, значит, которую ты купил в кредит. Ну, забрали у тебя машину, поедешь на маршрутке, ничего с тобой не случится, не растаешь, не сахарный, а тут тебя лишили жилья. Как себя чувствует этот человек в этот момент? Ну, то есть это просто какой-то социальный взрыв может быть, если это будет достаточно масса. Вот извини, я закончу, голову морочу. Ну, смотри, Александр, то есть ты показываешь еще одну сторону, которая явно показывает, что здесь, как ты помешаешь сказать, системно просматриваются рожки пирамиды. Теперь дальше. Пойдем с другой стороны. Предположим, все не так плохо и мы реально будем делать все то, что мы обещаем людям, не мы, а руководство. И вот к 30-му году мы решим, что каждому человеку, гражданину России, в том числе Москве, надо выделить 33 метра квадратных. И тем самым эти люди не просто будут там жить, они смогут их купить, эти 33 метра квадратных. А нас напомню, а им нужно купить эти 33 метра квадратных. Таким образом, к 30-му году такая... 36 квадратных метров квартира. Что делать с теми квартирами, которые не удовлетворяют семью четырех человек? С демографией закончить горь семьи там навсегда закончить? Или как-то их объединять? Ну, это один момент. Но, ладно, пока мы чисто по рефетике пройдемся. Итак, вот, давай посмотрим, сколько обычному, самому обычному москвичу, там, не парковщику, обойдется вот эта вот квартирка семьи 132 метра квадратных, чтобы попасть в нормативы указа. Значит, мы помним с тобой, что средняя цена сейчас по метра 350 тысяч за квадрат. Таким образом, получается, что эта квартирка обойдется в 46 миллионов 200 тысяч. Слушай, я все время улыбаюсь, сижу, как идет. Какие-то смешные. Я же беру цифры из тех нормативов и указов, я же не сам их придумал. Это цифры, которые с телевизоров рассказывают. Я просто их между собой перемножаю и получаю то, что получаю. То есть, это огромное семейное счастье ипотека на 46 миллионов. Мама дорогая, это важно. Ну, поехали дальше грустить или веселиться, как кому раньше больше нравится. Таким образом, семье из четырех человек придется выложить за квартиру 46 миллионов с лишним денег. Ну, согласны, что большинству уже понаехавших или там еще прибывающих, ну, сразу такую сумму не заплатить. Я понимаю, там приезжает семья из какого-нибудь Мухадрамска и говорит, блин, пока денег не хватает. Вот, было бы 43, заплатил бы, а 46, ну, не хватает. У нас не заработают. Поэтому они, конечно, идут, куда они идут? за ипотекой. И предположим, мы с тобой, предположим, что все они пошли за семейной ипотекой. Все-все-все. По 12. Почему будем считать семейную по 12? Слухи не. чтобы, ну, чтобы совсем не расстраиваться. 12% годовых. Лет так на 20. На четверых, да? Чтобы сумма не была страшна и чтобы облегчить судьбу расчетных этих людей, предположим, что в этих новых новосельцев вообще не будем, банки не будут брать первоначальный взнос. Не, ну, сейчас минимум 20%. Ну, не, не будем. Вот, ставка 12, брать не будем. так чтобы мы понимали, что вот льготнее того, что мы с тобой посчитаем, просто быть не может. Понятно, да? Вас посчитаем, сколько придется в месяц платить первоначальные, значит, этим обладателем совершенно нормативного. Обладателем нового жилья. Не просто нового, а всем причитающимся нормативного жилья. Так вот, аннуитетный расчет, это расчет, который минимизирует ваш ежемесячный платеж, да? И вашу выплату. Показывает, что месячный платеж у вас будет без малого 425, 425 тысяч рублей в месяц. За обычную нормативную квартиру, в которой все будут жить обычные москвичи. Медельинский картель же вроде разогнали, там это самое, если даже из Колумбии подогнать новоселов, ну, мне кажется, 400 тысяч, ну, слушай, ты издеваешься, что ли? Не, подожди, если я что-то выдумывал, то ладно, мы с тобой берем по льготному тарифу, ты же видишь, из тех нормативов, из тех указов, из тех положений, которые мы, к которым будем стремиться всей страной. Ну, дальше, некоторые москвичи, не все, а некоторые, могут засомневаться в том, что они могут потянуть такие выплаты. Кто-то пытает, но некоторые скажут, блин, возможно, не факт, но москвичи забыли, что мы говорили с вами про семью из четырех человек, то есть семьи двух человек, из четвертых человек, значит, двое детей, а если в семье есть ребенок, а тем паче двое, то скорее всего как минимум один из этих людей будет вообще без зарплаты или не на полной зарплате. И вот это вот только на гипотичный... Какой должен быть доход главы семьи? Значит, главы семьи, кто бы ни был, девушка или парень, должен быть доход... Давай мы за традиционную семью, давай за парень. Да, да, еще больше, то есть тысяч так за 600 в месяц, это только на выполнение обязательств по ипотеке. А кушать, а одеваться, а-а-а-а-и-о. Все. Ребят, ну, цифры как бы сильно-сильно не позволяют верить в их выполнимость. То есть вторая часть балета, которая показывает, что неизбежно что-то похожее на пирамиду, что-то должно закончиться. Хотя, опять же, с точки зрения допустим, если перенести тот же расчет, ну, тогда и нефиг вам в Москве жить. Переезжайте обратно в деревню, там, в Чайповец, в Вологду и там. Получайте свои 33 метра квадратных на человека в вашей четырехчеловечной семье. Так вот, вся проблема в том, что для Вологды тот же расчет показывает не что тысяч, а двести. Что тоже, в общем-то, несколько превышает. возможностей среднестандартного положения наличия и получения. Можно я по цифре тут добавлю? Ну, давай. У зрителей откладывалось, значит, смотрите, друзья, что получается. Я вот, опять-таки, консультировался со специалистами, за два года номинально по объявлениям в газете ваша новостроечка вырастет на 10-20%. Вот. А под депозитик положить эти же деньги, допустим, у вас вот из шкафа вываливается, да, вот там 10 миллионов на квартиру, значит, вы получите доход 16 годовых. То есть, в полтора тире в два раза больше. Спрашивается, да, вот зачем вам в этих условиях покупать квартиру, если вам есть где жить. Но если ты, как инвестор, решил готовую квартиру продать, Владимир Николаевич, внимание, барабанная дробь, это твоя новостройка перестает считаться новостройкой, и она уже вторичка. А основной покупатель сейчас берет и на вторичном рынке тоже квартиры в ипотеке, где ставка бам-бам-бам-бам 20%. То есть, ты ее, мало того, что ты на ней ничего не заработаешь, ты ее еще и не продашь. Потому что покупатель, он пойдет новостройку, где ему предложат льготную ипотеку, сколько она там еще будет существовать. Это триггер для обрушения рынка? Значит, из того, что я вот с людьми богатыми общаюсь, которые имеют там десятки квартир инвестиционных там в Москве, Санкт-Петербурге, народ наиграл все эти вещи. Во-первых, оказалось, что просто купить квартиру и ее сдавать в аренду не так все просто. Это надо заниматься постоянно с жильцами, надо отслеживать коммунальные услуги, надо делать ремонты, надо проверять, надо все, надо то. То есть, там не совсем без издержек. И зачастую не всегда спокойно, так скажем, с теми самыми жильцами. И даже если накуролесят каким-то образом компенсировать ущерб, не так все просто. С одной стороны, а с другой стороны эти гадкие жильцы норовят пошантажировать, что они пойдут в налоговую инспекцию и расскажут все то про тебя. Вот это ты так от налоговой инспекции скрывал. Поэтому просто взять квартиру и пытаться зарабатывать на ее сдаче неоднозначно. Риски, расходы уж точно. глупость, ну просто глупость, ну со финансовой точки зарабатывать. Есть моменты, понятно. То есть в эту игру уже из тех, кто набил деньгами шкафы, они наигрались и поняли, что по-прежнему лучше деньги выводить за границу. Судя по тому, как я слышал на конференции, этот момент смущает. Вот, с одной стороны, но у меня в этой ситуации вопрос возникает следующий. Ну, предположим, да, есть финансовая пирамида, есть ее организатор, как у любой финансовой пирамиды. У этой финансовой пирамиды есть те или иные интересы у их организаторов, эти интересы финансовые, понятно. Но дальше возникает вопрос, насколько опасна эта финансовая пирамида, вообще говоря, для страны. То есть то, что это в итоге, по большому счету, схема обескровливания лохов, это ясно. Но то, что, кроме всего прочего, это схема обескровливания страны, вот, это уже вопрос безопасности страны. То есть приоритеты, вот, нам не на чем летать, нет самолетов, нам не хватает вопросов инвестиций, мы не финансируем создание нашей электронной промышленности. На министерство промышленности денег для развития, не то, что не выделяют, для, ну, по моим расчетам, по моим расчетам, вот я взял бюджет прошлого года, и то, что выделяется на все-все-все-все программы развития, которые есть в Минпромторге России. Вот, если я могу прикинуть объем задач и целевых установок, которые прописаны в указах президента, что мы должны сделать за какое-то время, и объем выделяемых средств. Так вот, на мой взгляд, я могу ошибаться там в процентах, но порядок цифр такой, что потребность финансирования мероприятий для выполнения этих задач не превышает 5% от необходимых сумм. Очень хороший пример, кстати, авиастроения, там еще меньше. А цели стоят. А деньги идут сюда. Теперь я привожу пример в этой ситуации, всегда такой интересный пример, который, в принципе, показывает, что такого рода игры в финансовые пирамиды на жилищно-потечном рынке, они являются не просто разводкой, они наносят промышленности страны, ее техническому суверенитету удар смертельный. Вот берем один дом в Москве. Да, это самый большой московский дом, самый большой человек в Москве. Это 35 подъездов, и в этом доме где 35 подъездов 3700 квартир. Общая стоимость реализации этих квартир по рыночной цене составляет порядка 1 миллиарда рублей. Дом 1 миллиард рублей. Каждая квартира это как минимум станок ЧПУ. Трешка это тяжелый навороченный станок ЧПУ. Теперь вспоминаю свою молодость или детство. В 1995 году я еще в должности финансового директора ПО БелАЗ занимался привлечением денег и финансированием для я был автором проекта реконструкции и модернизации производственного биения БелАЗа в тех своих младенческих годах. Так вот на момент когда я занимался этим проектом процент износа основных фондов БелАЗа после развала составлял более 93% то есть завод по оборудованию был убит на котором была старая уходящая с рынка. Так вот для запуска новых модернизаций и восстановления мощностей или приужения нам хватило нам хватило и мы это привлекли это до сих пор является уникальным проектом модернизации и производства в Беларуси нам хватило 288 миллионов долларов США из которых примерно 30% это были в том или ином виде субсидии государства остальное банковские кредиты а здесь всего один дом в том числе за счет господдержки миллиард у меня возникает вопрос это сколько три БелАЗа можно построить было вместо этого дома кто и как распределяет приоритеты страны если у нас зависимость технологическая и все остальное вопрос о том выгодно невыгодно дорогой дешевый будет самосвал машина самолет и все остальное какая разница если у нас тупо этого нет кто считал выгодно или невыгодно себестоимость Крымского моста и сколько он носит сколько он должен стоить если он стратегически необходим то его цена не имеет значения он просто должен быть если авиация в стране необходима своя то себестоимость самолета не имеет значения она просто он просто должен быть и так по всем направлениям. Иначе вы туземцы последние. Или предпоследние. Там, делитесь с кем-нибудь в конце. Слушай, а можно я чуть-чуть это самое... Ну, я продолжу. Подожди. Я хочу этот момент тоже обозначить. Про миллиард рублей, который стоит только один. А я про него и хочу сказать. Откуда эта цифра миллиард берется? Я же обещал по делу перебивать. Вот смотри, у меня мой хороший приятель занимается индивидуальным жилищным, загородным строительством. Хороший дом он строит. Там, кстати, сказать, он не так много занимает по отделке. То есть его вполне можно сравнивать с квартирой, которую застройщик реализует в бетоне, то что называется. То есть там тоже окна, все проложено, коммуникация. А уж какого цвета унитаз там ставить, это личное дело каждого. Вот у него цена предложения готового дома идет из расчета 40 тысяч российских рублей за квадратный метр. Дом где-то там площадью 120 квадратных. Ну вот. Скажи, пожалуйста, я его спрашиваю, Вит, слушай, а что делать это самое там вот, ну, простому, как говорится, крестьянину? Купить квартиру-то или нет сейчас? Вот если какие-то деньги есть там на старость, у нас с тобой старость уже не за горами. Может купить там одну-другую квартиру, как прибавь к пенсии? Он говорит, слушай, ну, я, говорит, я просто не понимаю. Вот я индивидуал, у меня нет тех скидок, которые имеют строительные компании, которые ведут массовую застройку. У меня цена предложения 40 тысяч за метр. Слушай, вот в цене за метр Московской площади там что, как в бензине, что ли? Цена бензина, ее там найти сложно, да? Все остальное... Я тебе о том и говорю, что такая же квартира в Володе или ЧПП стоит в пять раз дешевле метра, чем в Москве. Какая разница? И ведь тоже строители работают, зарабатывают доход. Ну, как так-то? Причем есть еще одна проблема, принципиально важная. Ведь когда вы строите на триллион, триллионы рублей жилья, нам нужна иностранная рабочая сила, мигранты, да? Для чего нам нужна мигрант? Нам мигранты нужны для стройки, которая в стране не нужна. Вот в чем вопрос. Мы привлекаем нужных мигрантов на производство нам ненужных квартир. Вся проблема, вот я же не могу узбека или таджика в цех пустить. А почему? Ну, пусти в цех узбека или таджика. Ну, узбек, кстати, не так опасен, как таджик в этом плане. Пытались. Логика в чем? Отношение к технике безопасности у этих людей, оно очень своеобразно. Да. Я не хочу брать грех на душу, что, ну, он себя убьет обязательно в цеху. Убьет. Не потому что он самоубийца. Он не понимает рисков того, что происходит в цеху. Слушай, я можно, можно прям жизненный пример. Я когда цех свой устроил, это самое, у меня мой, ну, выгнал, ну, я привлекал, естественно, как говорится, иностранную рабочую силу, выгнал, значит, двух там людей, которые делали забор, ну, уже когда здание было построено, там, собственно говоря, много народу не надо было знать за что. Они с утра, свет я еще тогда не подвел, в помещении включили генератор и сели завтрак. Ну, то есть, понимаешь, хорошо, что он вовремя подъехал. Это вообще как? То есть, они просто элементарных вещей. Было бы два угоревших трупа. Он им просто спас жизнь. Я говорю, слушай, от греха подальше. По всем уважению. Гони оттуда. Давай наймем там какую-то местную там. Вся проблема в том, что даже на подсобные работы, на завод, ну, нельзя их пускать. Нельзя. И, а рабочая сила нужна, нам говорят, ее везут. Где она работает? Это развозка пищи, пиццы там и стройка, которая не нужна. Ребята, а то, что мы обозначили, как человеческий суверенитет, модернизация, промышленность, независимость и все остальное. Ребята, это мы за счет чего? Если вы сейчас еще в Москву переселите 20-30 миллионов человек, вы понимаете, что ни о демографии в стране говорить не придется, ни вообще о каком-нибудь производстве промышленном в принципе говорить не придется по определению, просто никак, никогда, ни за что, ни в каких обстоятельствах. А пятилетние темпы стройки должны превратить 40-миллионный мегаполис околиверацию Москвы как минимум в 60-ти миллионный. А еще есть Москва, Краснодар, Нижний Новгород, Екатеринбург и Казань. Вот эти все города должны будут занять без малого 100 миллионов человек. Все, люди кончились. Вот и вся пирамида. Слушай, а если мы вот смотри, я вот не понимаю, опять-таки, между нами любители математики, если мы отрицательно растем по численнице, извини за этот невольный степ, мы не придем на салене. в указах президента, на цели, которые поставил президент, он же не обозначил цели, сохранение населения как такового или рост численности, он просто обозначил, что в ближайшие 6 лет темпы вымирания страны должны снизиться. То есть, если сейчас как-то... Отрицательный рост должен быть не такой отрицательно растущий. Вот. Значит, и миграционный поток, я цифрами не владею, но, по-моему, он снизился по сравнению с тем, приток миграционный, по сравнению с тем, что было раньше. По понятным причинам, да? А я предположу, что как бы опять это будет такая, ну, обвальная штука, да? Как только стройка чуть-чуть просядет, мигрантов будет еще меньше. А у меня вопрос, а кому это жилье? Там кто жить-то будет? Не, мы с тобой, я думаю, вопрос, который касается того, что это финансовая пирамида и пирамида в принципе, мы с тобой, я думаю, вопрос закрыли. То есть, все признаки финансовой пирамиды налицо, и то, что... Инвестору невыгодно, значит, те, кто покупает портфель банков, состоят, значит, из некачественных заемщиков и объектов в залоге по раздутой цене. Вот мы с тобой уже поняли все, что это пирамида, поэтому, как любая пирамида, рано или поздно, вкладчик, который из прибыли не вышел, он должен потерять все. Понятно. Или кратно. Ну, понятно, но, наверное, какие-то деньги за квартиру можно будет взять, даже если она никому не нужна. Но это точно будут не те деньги, которые были на первом этапе уложены. Есть еще один момент, который я обозначил. Я говорил тебе про ту квартиру... Может, цена в 30 раз упасть? Поясни свою мысль, пожалуйста. Продолжение следует...